ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Довольно. 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 Да. А вот так? Да. Я уже ничего не могу. Я понял. Никто не смог разгадать из тех, кто, в принципе, подобными девайсами пользуется. Почему это? It's Miracle! Да, примерно так. It's. Кошмар. И от It's, как бы, поедем. Кто знает, русский язык. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Доброе утро. Пять дней перед чашками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И при всей музыкальности вступления господина Хейфиса он не может не петь. Это у Ютюка. ПИТ. Это у Ютюка. Это отголоски его деятельности в шоу-бизнесе. Да. От полоски. От рыжки и от Хейфицки. Минуточку. От Хейфицки. Не углубляйтесь. Углубляться не будем. Это твоя старая функция. Устаревшая твоя функция. Углубляться. Забытое давно. Забытое давно. Забытое давно. И при всем при том мы возвращаемся к киношной теме. Потому что мы от нее не уходили никогда. На самом деле мы хотели вообще записать ее в прошлое воскресенье. В прошлое. В прошлое воскресенье было много чудес. Много чудес. Да. Не было ничего. Но мы были красивы. Нам пора снимать не мое кино. Да. Это было удивительное воскресенье. А какая была классная тема, которую вы никогда не услышите. Ну ладно. Почему? Когда-нибудь мы вернемся. Это уже будет не та тема. Не те люди. Да и не будет и страны, по поводу которой это говорилось. Да. Так что мы сейчас сегодня поговорим о кино. В прошлый раз мы не поговорили о фильме Германа. Да. Вот. И у нас же был живой свидетель этого фильма. Посетитель. Да. Вот. Собственно говоря, я передаю… Ну, вообще, так много уже написано и сказано, что мне придется как-то выбирать то, что еще не было сказано и написано, чтобы людям не было скучно. Но, с другой стороны, я же никому не обязан ничем. Я обязан передать свои впечатления и не более того. Да, Витя? Как сказать? Ну, а что, собственно… Нет, пожалуйста, перед чужие. Да, чужие очень трудно, потому что зал молчал как пришибленный. Да, зал молчал… Скажи людям о том, что это и как. Я два слова скажу. Да. Но все знают, что выходит вот-вот и уже вышел в черновом варианте фильм покойного Алексея Германа, старшего. Я тебя поправлю. Он не вот-вот выходит. Мировая премьера осенью, а российская премьера после Нового года. Ну, уже быстро, Андрюша. Ну, время. Чуть-чуть, господи. Чуть-чуть, господи. Что такое, да? Почему год? Ну, потому что после Нового года. Ну, пожалуй, как и будет. Думаю, февраль примерно. Случай, что сейчас апрель. Я думаю, что все будет раньше. И дай Бог. Твоими молитвами. Я думаю, что все будет хорошо. Это точно. Абсолютно. Я даже знаю, когда и с кем. Значит, ну, все-таки вот хочу еще раз повторить. Скоро по меркам вселенной выйдет полный, наконец, вариант этого фильма. Но, собственно, я вот думаю сейчас, что он не нужен. Более того. Я тебя перебью еще раз. Да, пожалуйста. Я бы все-таки предпочитал, чтобы он вышел на экраны кинотеатров, а не на конец. Он выйдет, наконец, на экраны кинотеатров. Вот так можно? Давай. Отлично. И так он выйдет, наконец, на экраны кинотеатров в полном варианте, с озвучкой. Потому что на том показе, где я был, там, значит, супруга покойного Алексея Германа Старшего читала за актеров реплики в микрофон. И поскольку микрофон плохо работал, эти реплики были плохо слышны. И читала она их не к месту, потому что, ну, невозможно отследить, когда... Ничего себе просмотра. Да. Просмотр напоминал наш прошлый подказ. Ну, правда, да. Ну, правда, она перед просмотром предупредила. Вот этот просмотр был на юбилее новой газеты. Не на юбилее, на дне рождения новой газеты. Был этот, значит, просмотр. Он состоялся достаточно узкого круга, хотя народу было очень много. И вот она вышла и сказала, что вот озвучки нет, но мы вам покажем весь видеоматериал. А поскольку озвучки нет, сказала она, не будет музыки, будут производственные шумы, которые сопровождают, так сказать, съемку этого фильма. И в тех местах, где должны быть реплики героев, сказала она, а я буду говорить за них в микрофон. Я думаю, что покойный был бы не в восторге. Я не знаю. Я не знаю. Я так просто уверен. Я не знаю. Я могу сказать, почему они это сделали, как мне кажется. Они это сделали потому, что они не уверены, как мне кажется, в том, что фильм таки выйдет в полном и законченном состоянии. Да, чтобы до порезанности его показать. До порезанности, если не до запрета вообще. Ну нет. Ну нет. Ребята, я вам скажу. У нас на сегодняшний день запреты. Я вам скажу. Я вам скажу. После того, как в Воронеже вчера воронежские казаки стали расклеивать по городу листовки о том, что в Воронежском государственном университете действует секта жидомасонов, которая уничтожает русский язык. Что-то неправда. Как я говорю, что правда жизни такова, что после этого я не удивлюсь, если фильм будет либо порезан, либо вообще не показан. Правда в том заключается, что трудно же быть бого. Совершенно верно. Совершенно верно. И эта правда жизни так стремительно нарастает, что я не удивлюсь ничему. В том числе, я не удивлюсь тому, что фильм таки покажут в полном варианте, но крайне узким прокатом. То есть, допустим, в Москве можно будет посмотреть его в одном месте, а в других городах вообще нельзя будет посмотреть. Я, короче, ничему не удивлюсь, и я понимаю, почему в этом полуготовом состоянии фильм был показан хотя бы вот этому количеству людей. — Меня пугает знание разных грани русского языка, поэтому когда хитерц говорит, что будет показан в одном месте, я сразу же начинаю... — Мы знаем это место, да. — Так вот, я теперь уже думаю, кстати говоря, что чрезвычайно здорово, что фильм был показан без озвучки. Потому что в том состоянии, в каком я этот фильм видел, я имею в виду не мое состояние, а состояние фильма, ему, скажу страшную вещь, никакая озвучка не нужна. Я считаю, что фильму «Трудно быть богом» в его вот нынешнем положении крайне повредит музыка и крайне повредят какие-то реплики актеров. Потому что хотел Герман Старший или не хотел, но снял он фактически документальный фильм, который надо было бы назвать «Ад». То есть просто, ну, мне так кажется, то есть это не художественный фильм, я не могу его таковым назвать. Это не кино, это репортаж о пребывании сознания или души одного конкретного еще живого человека в одном из кругов ада. — Говорит человек, написавший эпитафию. — Ну да, вот мне так кажется. — Что-то близко ты там увидел, да? — Да. И дело в том, что этот фильм снят с такой документальной точностью, что я прекрасно понимаю, почему он снимался 10 или 15 лет, во-первых. И я считаю теперь, что ему не нужна никакая озвучка, потому что любой звук будет отвлекать от созерцания деталей. А деталей этих такое дикое количество, и они так разбросаны по всему экрану, и они с такой невероятной, тщательной, адской точностью переданы, что, во-первых, я хочу сказать, я не знаю, кто тут больше гений, режиссер или художник. — Не знаю. Потому что та работа, которую проделал художник-постановщик, эта работа невероятная абсолютно. И фильм страшно трудно смотреть, потому что нужно было бы… Вот знаете, сейчас телевизоры, у них есть такая функция «картинка в картинке». — Ну да. — Да? Когда экран разбивается на много-много-много квадратиков, и можно смотреть, что происходит в этих квадратах. Так вот этот фильм надо смотреть так. То есть надо постоянно блуждать по широкому экрану взором, отвлекаясь постоянно от исполнителя, так сказать, главной роли, и смотреть, что в этом углу, что в этом. А зачем тут дышло? А зачем уздечка? А зачем вот тут горшок? А зачем вот тут стул? А зачем вот там это? А зачем вот тут то? То есть вот если не смотреть так фильм, то можно пропустить все вот это обилие чудовищных деталей, которыми изобилует ад. Так сказать, репортаж о пребывании в котором снял Герман Старший. Это первое, что надо понимать. Поскольку это длится три часа, смотреть фильм очень тяжело. Это самая настоящая тяжелая работа до пота. Это никакое не зрительское удовольствие. Это колоссальный, очень тяжелый труд. И к этому нужно быть готовым всем, кто пойдет смотреть «Трудно быть Богом». Просто, так сказать, что там произошло по сути? Ну, я как бы имею в виду, что все читали эту книгу. Ну, будем надеяться. Ну, будем надеяться, что «Трудно быть Богом» Стругацких. Ну, я не знаю, кто не читал. Только тот, наверное, кто не хотел. Я знаю очень многих, кто не читал. Ну, это их личное дело, да. Мне кажется, что это просто вот вслед за букварем. Человек, который живет в России, как только читать научился, как мне кажется, он должен прочесть несколько книг, и вот «Трудно быть Богом» входит в их число. Вот мне так кажется. Значит, те люди, которые читали эту книгу, помнят, что, несмотря на весь ужас, который в этой книге описывается, она необычайно светла. Поразительно светла. Она исполнена любви, надежды на будущее, и она исполнена пронзительного света. И этот свет концентрируется практически в одном человеке, в Доне Румата. Вот в этом, да? Я не знаю, можно говорить «в Доне Румате». Не знаю, исполняется это или нет. Ну, не знаю. Короче, вот в этом Доне, который… Нет, нельзя. Нельзя. Короче, вот этот вот, значит, Дон Румата – один из членов делегаций и землян, заброшенных на эту планету, которым просто нужно фиксировать то, что происходит. Они не имеют права вмешиваться. Им категорически запрещено вмешиваться, что в конечном итоге и делает Румата, вмешиваясь. И из-за этого его оттуда убирают на Землю, потому что он грубо нарушил… Ибо нефиг. Ибо нефиг. Значит, так вот, что сделал Герман? Он вывернул эту книгу наизнанку. То есть он оставил только сюжетную линию. Да, есть некая делегация землян и стереографов, которые прибывают на некую планету, чтобы зафиксировать и передать на Землю все, что в ней происходит. С тем, чтобы ученые земные изучили вот такой отрезок Средневековья, который когда-то был на Земле, а теперь представлен вот на этой планете. Со всеми его ужасами, не передающимися описаниями. Которые они думают, когда-то… Которые, да. Так вот, что сделал Алексей Герман? Он вывернул… Он, оставив эту сюжетную линию, он вывернул книгу наизнанку. То есть земляне не только не являются источником света в этом фильме. Они не просто стали такими же, как те, кто живет на этой планете. Они стали еще хуже. То есть они стали другими персонажами, стругацких прогрессорами. Ну, депрогрессорами. Регрессорами? Регрессорами. То есть они не просто усвоили зло, которое там царит. Они стали его носителями, углубителями, продвижителями, демонстраторами и пропагандистами. Это произошло с ними по той простой причине, что те, кто живут на этой планете, живут во зле бессознательно. Они не понимают, что то, что они делают, это зло. Не ведут, что творят. Совершенно верно. А земляне ведают, что творят. Мерзавцы. И ведая, что они творят, они находят какое-то необычайно злобное упоение в этом. И поначалу, видимо, подражая просто жителям этой планеты, чтобы не отличаться от них и не вызвать подозрения в своей народности, да, они неожиданно, как я понимаю, неожиданно для самих себя продвинулись дальше жителей этой планеты в осуществлении зла. Вот что я-то вынес из этого фильма. То есть это документальный фильм о том, что человек светлый, который попадает в ад с определенной целью, с целью изучения этого слоя, например, да, он рискует страшно усвоить вот это зло, которое царит в этом слое, и гиперболизировать его, то есть стать его продвижителем, так сказать, усвоив его. Но если, если он впадает в отчаяние, вот кто такой Дон Руматов в фильме Германа? Это человек, впавший в отчаяние, и на протяжении всего фильма своим поведением, цитирующий нам знаменитый отрывок из маленьких трагедий Пушкина. Есть упоение в бою. Не любишь ты землян? Я вообще никого не люблю, кроме своей жены, детей и внуков, ну и друзей. В общем, круг людей, которых я люблю, очерчен очень четко, очень узок. Поэтому, что меня в этом обвинять? Так вот, вот это поражает прежде всего того, кто смотрит этот фильм и читал книгу Стругацких. То есть с первых кадров он видит, что здесь что-то не так. Сломка шаблона. Да, совершенно верно. И он очень быстро понимает, что именно не так. Ну, может тоже по-другому называться. Кто? Фильм. Ну, почему? Да-да-да, там другой. «История Арканарской резней». Так он так и называется. Там идет под заголовок «История Арканарской резней». Но они хотят его назвать все-таки классический, труд быть богом. Да, под заголовок идет «История Арканарской резней». Поэтому и снимал-то он другой фильм. Но, кстати, название вот этого под заголовок «История Арканарской резней» он неверный. Потому что в фильме не происходит развития. Это описательный фильм. Это путешествие по слою ада. И буквальный показ всех деталей этого ада. Истории... Да, истории там нет. Поэтому я бы назвал не «История Арканарской резни», а «Хроники Арканарской резней». По какому слою ада? Там по Лимбу или где там? А я тебе объясню. Значит, здесь отсыл, на мой взгляд, не к Данте, а отсыл к Даниилу Андрееву. Вот Даниил Андреев в «Розе мира» описывает ад не так, как Данте. У Даниила Андреева ад, во-первых, содержит гораздо большее количество слоев, чем у Данте. И, во-вторых, вот то, что мы видим, это, кто читал «Розу мира», это такая смесь первого и второго слоя ада. Где определяющими эмоциями являются тоска, скука, серость, грязь, уныние, отчаяние и безнадёжность. Вот то, что показывает Герман в «Трудно быть Богом». Ну, или вот в этой, так сказать, истории Арканарской резни. Итак, самое-то главное, что я сегодня принёс, да, это вот этот выворот наизнанку. То есть земляне не являются источником света, не содержат в себе любовь, не содержат в себе надежду на то, что это кончится, пройдёт и наступит свет. Ничего подобного. Земляне как бы знают, в кавычках, что ничего не изменится, будет только хуже. И всем своим поведением демонстрируют этот ужас. Конечно, в силу всего сказанного, ещё раз подчёркиваю, это не художественный фильм, это документальный фильм. Поэтому я бы его не озвучивал. Я бы оставил всё как есть. Это, кстати, очень интересная идея. Ну, вот мне так кажется. То есть сделать примерно как в фильме «Артист», да? То есть там сделать, может, субтитры где-то, когда человек что-то говорит, знаешь, текст... Не делал бы я и субтитры, скажу почему. Это отвлекает. А, пусть думает свой... Сам придумает свой текст. Даже не в этом дело, Андрюша. Нельзя, когда ты читаешь субтитр, ты не заметишь в левом нижнем углу дышло от телеги... Не-не-не, субтитры немого кино делаются на весь экран, перебивка сюжета. Ну, это нельзя делать, на мой взгляд, тоже. Потому что это рвёт ощущение сплошное, вот это монотонное ощущение ужаса. Но я бы этого не делал, я вот так скажу. Я оставил бы всё как есть. Этот фильм прекрасен наличием технических, вот этого технического бубнежа. Вот этот технический неразборчивый бубнеж за кадром, он усиливает ощущение ужаса. Это вот себе можно представить так, как писал Булгаков. Что такое ад, писал Булгаков, да? Он писал, ад похож на матерную ругань женскими голосами в полной темноте. Да-да-да. Вот это замечательно. Теперь надо представить себе, что матерная ругань не женскими голосами, а всеми, и она неразборчива, бубнеж идёт. Ты понимаешь, что это мат, различая некие там какие-то куски и окончания? Но он не чёток. Чё-то знакомое доносится, да. Бу-бу-бу в полной темноте, разными голосами. Это бу-бу-бу сопровождается выпусканием дурных газов, кашлем, сморканием, чиханием, плеванием. Ой, какая красота. Причём, я бы сказал даже не плеванием, а харканьем в экран. Ой, какая красота. Соплей, крови, гноя. Ой, какая красота. Всё это беззубое. Где он нашёл эти лица? Где он нашёл этих ужасных уроков? Ну, ребят, это невозможно передать словами. Вот это вот документальное кино, которое я бы не озвучивал. Теперь, что ещё я принёс сюда в качестве, так сказать, вопроса? Мне непонятно, почему. Ведь это же не случайно, что вот выход этого материала произошёл вот именно сейчас, вот в эти дни. Почему это не случилось пятью годами раньше? Или почему это не произошло тремя годами позже? Почему судьба сделала так, что вот сейчас это вышло на наши экраны? Очевидно, потому что угроза осуществления вот этого ада в одной, конкретно взятой за одно место стране, очевидно, эта угроза перерастает из ранга угрозы в ранг неотвратимого события. Вот мне так кажется, что этот фильм чрезвычайно, это, конечно, глупость и банальность, что я скажу, но чрезвычайно своевременен. Мне кажется, что вот сейчас все, кто этот фильм увидит, должны видеть, что будет со всеми нами, а может быть, уже и не будет, а может быть, уже и происходит. Знаешь, что я тебе скажу? Да. Ты злобный, бухающий фильм. Да, запросто. Это точно. Это запросто. Вам все будет. Но в отличие от Филина, я ухаю круглые сутки. Вот в чем беда. Тот-то, по крайней мере... Ты злобный круглосуточный Филин. Совершенно верно. ЗГФ. Да. Так вот, как ЗГФ, я говорю, что это чрезвычайно все своевременно. Понимаете? И что... Третье, что пугает страшно. Вот смотрите. Как же это сказать словами-то? Господи. Желательно нематерными. Да. Смотрите. Художественный фильм вы смотрите или документальный фильм вы смотрите. Все равно между бытием и тем, что происходит на экране перед вами, есть преграда. Есть мембрана, перепонка. Вот она может сколь угодно быть тонкой, и мастерство художника, наверное, заключается в ее истончении. Я так думаю. Но где-то через час после того, как вы смотрите этот фильм, эта перепонка пропадает. То есть все, что происходит на экране, и здесь я хочу сказать, у меня вообще по отношению к Лиду Ермольнику, как к актеру, у меня двойственное чувство. Ну, я до этого фильма я знал, что он талантлив. Он талантливый актер, я это знал. Но я не подозревал за ним возможности дать вот такого донору Мату. Не подозревал. Теперь я понимаю, почему Герман преследовал. Вот была программа по каналу «Культура», где Ермольник рассказывал буквально о том, как его преследовал Герман. Как он, Ермольник, отказывался в этом участвовать. Как уже по мере съемок фильма они с Германом страшно ругались, и Ермольник бросал и уходил. И он говорит, но какая-то сила, не уговоры Германа, говорит Ермольник, но какая-то сила заставляла меня снова вернуться к съемкам этого фильма. То есть он уходил, возвращался, они ругались, мирились. Ермольник снова и снова приходил в этот фильм, и Герман постоянно на него кричал, требуя полного отсутствия всякой игры. И это, да. Того же требовал Тарковский. Очевидно, да. Но у Тарковского послушались. Стасик в Андреев роли Шутан. Не играть. Не играть. Как не играть? Не играть. Ну, я понимаю, да. Но, но. Вот я смотрел фильмы Тарковского все, и у меня всегда оставалось ощущение мембраны вот этой. Она была тонкая очень, как скажем, в «Сталкере» или в «Андрее Рублеве». Очень тонкая, но она была. То есть я всегда знал, что вот я, а вот то, что происходит там. Герман сделал так, что у меня где-то через полтора часа просмотра этого фильма совершенно ушло вот это «я, не я», и наступила полная деперсонализация. То есть Ермольник, все, что он делал, он говорил мне, он смотрел на меня. Причем потом люди выходили и говорили, что с ними было то же самое. То есть куда бы Ермольник ни смотрел, он смотрит всегда в глаза конкретному зрителю и как бы говорит ему, слышите, иди сюда. Это искусство оператора. Ну, пусть, хорошо. Что ты, иди сюда. Слышите, дай-ка вот это, говорит он. Дай-ка, вот оно, дай-ка вот это мне сюда. Что ты, что ты? И все это через плевки, сморч, мат. Извините за выражение пердеж. Причем вот это вот натурально все, понимаете? Причем там есть страшные вещи. Вот это Кира в «Трудно быть богом». Кира, которую любит Дон Румато. Кира. Вот этот свет. Один из самых страшных персонажей. Там Кира. То есть это такая. Хватит сгущать тучи. Она играет такую даму, по сравнению с которой портовая шлюха. Просто королева Антуанетта вообще. То есть это и самый смешной, и добрый персонаж во всем этом фильме, нелепый, нелепый, пугающийся всего, это Дон Рэба. Так и думал. Так и думал. Это Дон Рэба, который говорит Румате, слышь, что ты, ты кто? Может ты, ты что, ты снизу? Ты сверху? Может тебе извергла бездна? Может... И Румате ему говорит, что ты, ну бездна, ну сверху. Что ты лезешь в свои дела? И Рэба говорит, все, 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 все. Все, все, извините, пожалуйста. Я, в общем, все, я на секунду. Все, простите, пожалуйста. Все, 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 все. И играет его какой-то нелепый толстяк. Смешной. То есть ты хочешь сказать, что Герман показал всю гадость и злость добра? Ну ты понимаешь, это какое-то вот обратное зеркало, которое отражает... Какое на самом деле мерзкое, какое отвратительное оно это добро. Представь себе вот некое зеркало, в которое смотрится человек и видит не себя, а то, что в нем. Он даже может не знать об этом. Да, конечно. Вот представьте себе ужас человека, который стал перед неким зеркалом, который работает как активный МРТ-аппарат души. И он показывает... В душе не так страшно. Ну... Кишечники, не приятно. Это-то как раз, ладно, потому что это у всех одинаково. К этому можно привыкнуть. Да нет, ну... Кишки у всех, в общем, располагаются примерно одинаково. Ну, а, два килограмма говна там... Ну, это все ерунда, на самом деле. Уверяю тебя. Вот сейчас люди, которые делают, значит, колоноскопию, да, глубокое исследование кишечника, они сейчас лежат и смотрят телевизор. Им показывает сейчас эндоскопист, что творится у них в кишечнике. Поэтому это давно уже пройденный этап. Сейчас можно подвергаться эндоскопии и видеть свои кишки. Так людей отвлекают от неприятного ощущения. То есть это приятнее? Нет, это интересно, ты смотришь, как он продвигается от эндоскопии. В мире животных способно отвлечь? Да. Нет, это способно отвлечь, да. Ну, на время понятно. Так вот, вот такое зеркало, значит, ты совершенно прав. Такое зеркало, в котором человек видит не себя, а то, что он из себя на самом деле представляет. Вот это совершенно жуткая, совершенно невероятная картина. Я в жизни своей не мог представить, что кино, вообще кино, обладает такими способностями вот такого духовного эндоскопа, если можно так сказать. Я никогда не мог себе представить, что рухнет мембрана между мной и тем, что происходит на экране. Абсолютно. Нет, ну ты меня заинтриговал больше всего даже не мембранами какими-то, а тем, что наконец хоть кто-то, ну если верить тебе, показал всю вот эту вот злобную личину добра. Я не знаю добра ли или чего. Я такими даже категориями не хочу здесь мыслить. Ну подожди, но ведь это как идея самая интересная, да, вот то, о чем начал говорить Андрей. То есть обитатели Арканара, с ними как бы понятно все. Да. Это тоже, правда, схематично. И, кстати, претензий к ним нет. Ну допустим, с ними понятно. Да, и претензий к ним нет. Но якобы прогрессоры, которые постигли разные стороны жизни, да? Вот. Почему запускается этот механизм? Вот. У меня вообще мысли после этого фильма у меня пошли чрезвычайно далеко. Я, например, все страшные вещи скажу, прошу меня простить. Я, например, с детства терпеть не могу декабристов. А что их любить-то? Я считаю, что это взбесившиеся с дуру, значит... С жиром. Ну да, что это взбесившиеся с жиру, значит, придурки. С рыбил причем. Да. Да? Значит, у меня к ним масса претензий. Они читали книги. Они, в отличие от Степана Разина и Пугачева, прекрасно знали, что они делают и чем все это кончится. И в ком они хотят пробудить то, чего в пробуждаемом изначально нет и быть не может. Они просто тешили бесы. Им было скучно. Я их ненавижу всеми швабрами своей души. И считаю, что... Ну, может быть, конечно, с повешением Николай Первый и переборщил. Чуточку. Но наказать их надо было, конечно, жутко примерно. Вот этим острогом и вот этими делами. Вот я считаю, что это совершенно правильно. У меня лучше публичная порка. Ну, или порка. Это красивее. Или порка. Это очень красиво. Вот, да. Так вот, у меня после этого фильма вообще возникли ужасные, страшные дополнительные претензии ко всем так называемым культуртрегерам. Ко всем ходятелям в народ. Ну, мы же говорили про миссионеров. Что именно это самые страшные люди. Да. Ко всем, кто хочет, так сказать, силой насадить... Силой помочь. Силой счастливый. Да. Заставить человека жить правильно. Заставить его читать книги, чистить зубы. Заставить его не ходить голым, брить морду, чистить ногти. Это... Я не знаю. Ну, после этого фильма мне показалось... Почему, когда встречаются два или три таких добрых человека, понятие «правильно» у всех троих будет разное. Очевидно. Очевидно. Короче говоря, этот фильм до сих пор, уже сколько времени прошло, практически месяц. Но этот фильм пробуждает во мне все новые и новые, очень тревожные ощущения и мысли. Вот ты, Андрюша, сказал однажды, что искусство – это то, что изменяет тебя. Не делает лучше, не делает хуже. Не в этом дело, а изменяет. Оно может даже хуже тебе сделать. И все равно это искусство, потому что он тебя изменил. Оно у тебя как-то влияет. Так вот фильм Германа изменил меня просто, ну, с ужасной силой. И до сих пор продолжает менять. То есть тебе это хуже? Ну, не лучше это точно. Как ты меня поразнил? Я, выйдя оттуда, испытал злобную радость, не скрою от вас. Злобную радость, потому что фильм Германа утвердил меня во многих моих мизантропических мыслях и идеях. Он меня утвердил. Взрослешь на глазах. Я обрадовался тому, что не один я так думаю. А вот есть еще, так сказать, несколько людей, которые думают так же. Не один я, сказал я себе. Вот не один ты полагаешь, что катастрофа. И что она не в будущем, а вот она сейчас. И, понимаете, три часа Герман показывает нам, что апокалипсис – это не то, что будет. И не то, что было. Апокалипсис – это то, что есть всегда. И пребывает в каждом из нас всегда, если мы не отдаем себе отчета в элементарных вещах. В элементарных вещах Герман показывает нам, что толерантность, доведенная до абсурда, хуже фашизма. Он показывает нам, что демократия, насаждаемая насильственно, хуже нацизма. Он показывает нам, что самый страшный концлагерь – это место, где собирают немытых людей и заставляют их силой три раза в день мыть рожу, подтираться туалетной бумагой, чистить зубы, кушать вилкой, то есть сделать то, чего они не хотят. Вот ключевое слово. Понимаешь, не хотят. Навязывание желаний. Навязывание. Навязывание самых лучших идей, самых лучших поступков. Короче, Герман вот все это показывает. Он показывает, в конце концов, еще более страшную вещь. Он показывает, что в конце концов будет с учителями. Во что превращается миссионер, показывает нам Герман. Ну, это Герман показал всю историю. Достаточно посмотреть на французскую революцию, на все другие. Но это посмотреть, а это вот происходит. Понимаешь, это еще… То есть, когда вот этот посыл… Знаешь, я читаю книгу, это и так вижу. Я понимаю. Когда посыл Германа, вот этот, да, он совпадает с тотальным мастерством художника и оператора. Вот это какое-то тотальное мастерство. То есть, доведенное до последних своих пределах. Да? Я уже говорил, Саша, что в фильмах Германа это проскальзывало. Сейчас он петь про Лапшина будет. Вот в моем друге, мой друг Иван Лапшин, вот эта ужасная сцена удара ножом в живот. И тех мук, которые испытывает тот, кого бьют. И той злобной радости, которую испытывает тот, кто бьет. Вот эта короткая сцена, но натуралистичная до кошмара. До кошмара. Вот, то есть, Герман много раз приступал к этому и бил себя по рукам. Ему самому было страшно, очевидно. И он сомневался, сильно прав ли он. А тот, очевидно, подспудно, телесно зная, что он болен и что осталось ему немного, он, видимо, решил пойти до конца. Мне вот так кажется. И дошел до этого конца. Это, конечно, подвиг. Безусловный подвиг. То есть, вот мы... Ну, вот я стал просто, значит, свидетелем художественного подвига. То есть, воплощенной цели художника ценой собственной жизни. Я вот так могу это описать. Это не кино. Я не знаю, что это... Знаешь, вот иногда... Вот есть несколько фильмов, просматривая которые, я мучительно пытался найти название жанра. Вот есть такой фильм «Часы». Есть такой фильм. Вот он тоже не кино. Я помню, мы с женой посмотрели его. Я вышел и говорю, дорогая, это не кино, это новый жанр. Это live pictures. Ну, глупо я сказал. Но я пытаюсь найти... Да, но я пытаюсь найти некое обозначение жанра, которое выходит за рамки заявленного жанра. То есть, ты идешь смотреть кино, а тебе показывают не кино. А что это? Я назвал это документом. Документ. Ну, я не знаю как. Какой-то, знаете, такой паспорт времени, паспорт судьбы. Не знаю как, понимаешь? Но, короче говоря, вот эта вот биометрия, которую мне сейчас делали, когда я получал новый загранпаспорт, вот эта биометрия... У вас есть загранпаспорт? У вас есть загранпаспорт с биометрией? Да. Ты видел свою фотографию в этом паспорте? Да. Она ужасна. Она прекрасна. Она ужасна. Это бледное, это не лицо. Ты понимаешь? Это тень лица. И когда ты этот паспорт по какой-то источник света подносишь, ты видишь там вот этот голографический все, и ты начинаешь понимать, что с тобой сделали. То есть фактически новый загранпаспорт с биометрией – это первая попытка отпечатать документ, который показывал бы содержание человека, а не его самого, не форму. А, теперь я понял. Ты понимаешь, что вы найдете? Когда я вижу свой паспорт, я вижу там жопу. Вот, понимаешь? Заметь. То есть фактически... То есть фактически... Вот когда я получил этот паспорт, значит, не так давно, это вот наслоилось у меня, в моем воспаленном воображении, наслоилось у меня на переживание германовского фильма, и я вообще нахожусь в состоянии перманентного ужаса, я буду сказать. Несладко тебе пришлось. Несладко. Более того, у меня жена не смогла до конца досмотреть, потому что у нее начались просто рвотные судороги. Зачем ты на женщину издевался? У нее просто начались вот эти вот, понимаешь, я просто как врач увидел, что ей физически плохо, и там люди выходили очень многие. Так отпустил бы ее с миром. И там была такая еще глупость такая, знаешь. То есть они после фильма «Новая газета» устроили фуршет, продолжение фуршета. Никто не смог ни есть, ни пить. Нет, они не правы. Надо было перед фильмом. Тогда было бы... И перед было. Это было красиво просмотром. Так нет, и перед... А, ну теперь понятно, почему так начнело. Никто не мог, понимаешь. То есть никто не мог ни есть, ни пить. Надо было на столах положить предметы пыток, и каждый выбирал автоматически, и забрал бы... Ими ел бы. Ими ел бы. Кто-то взял кандалы. Да, да, да. Ими ел бы эти предметы. То есть это просто... Это был такой эпохальный натуралистический акт вивисекции нашего социума нынешнего. Что это вообще... Это действие, оно никем не оценено до сих пор, никем не описано. Никто не знает, что писать. Потому что это невозможно. Вот то, что я сейчас говорю, вот этот нелепый набор слов, как это перенести на бумагу? Никак. То есть Герман, по сути... Это высшая характеристика, да, фильма? Не знаешь, как о нем писать. Более того, я скажу... И тебе хватает ума понимать, что ты не понимаешь. Я скажу, что... Моя жизнь как зрителя состоялась после того, как я посмотрел этот фильм. Вот как зритель я могу сказать, что я свою жизнь прожил достойно. Потому что я посмотрел этот фильм. Мне повезло. Я думаю, это очень хорошее многоточие. Это сильно. Да, да. Поэтому хватит уже кричать, биться в истерике. Вот, ты уже очень красиво поставил многоточие. И чтобы люди уже отдохнули от тех огромных туч мрака, которые ты тут нагнал вместе с Германом покойным, вот, я хочу передать слово Саше, чтобы... А надо ли сегодня им передавать? Надо, надо, надо. Да, ты думаешь, надо? Надо. Может, контраст? Надо. Я хочу, чтобы ты рассказал что-нибудь хорошее. Хорошее. Контраст. Драматургия. Ты же посмотрел хороший фильм. Да, он дерьмо не смотрит. Я посмотрел чудесный фильм. Вот. Чудесный фильм. Ну так уже... Племянника Сергея Параджанова, Георгия Параджанова, который называется «Все ушли». Это воспоминания взрослого человека о своем детстве, проведенном в Тбилиси. Это конец 60-х годов. Я смотрел этот фильм на АМК. Так что я могу тебя поддержать. Ой, вот это совершенно удивительная картинка этих улиц, этого времени, этих трещин в домах, этих булыжников, этого солнца. В каждом кадре солнца. Какой контраст, да? Вот смотри. В каждом кадре солнца. Там есть хорошая операторская работа, помимо всего прочего. У Германа дождь, серость, черно-белая грязь. Да, да, да. А здесь солнце. Дайте мне уже Параджанова. Все, 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 виноват. Фильм начинается с того, что взрослый человек аккуратно поднимается по ступеням старого дома, уже нежилого, который давно все оставили, и приоткрывает тяжелую дверь куда-то и смотрит. А дальше мы видим мальчика примерно 9-8 лет, кем был наш главный герой много-много лет назад, у которого погибли родители, его воспитанная бабушка с дедушкой, и там дедушка хорош, и бабушка хороша, каждый по-своему, и вся эта обстановка, и межпуха, я просто хотел сбежать. А на этом невозможно. Национальный состав семьи как-то просматривается, они кто, грузины, евреи, русские? Ну, бабушку зовут Серафима Давидовна. Ой, боже мой, какое грузинское! Я бы сказал, ну, там разное все. Это на ней город-сплав. Знаешь, даже он скажет, что Тбилиси – это город гортанных евреев. Не обижай грузинов. Хорошо, не буду. И вот как этот мальчик, как с ним общается бабушка, дедушка, как к ним относятся? Он очень такой откровенный. Там режиссер совершенно не чурается, показы каких-то сцен взросления молодого мальчика. Ну да. Да, каких-то, значит, вот позывов каких-то. Да, еще больше. То есть, да. Это нормальная жизнь. Абсолютно. В этой жизни есть это, это, это и это. Все есть. Да. Это удивительно светлый фильм. Он в своей стилистике, в своем настроении, он не оригинален. Такие фильмы были. Были. Подранки. Ну, ну да. То есть, это ведь тоже фильм-документ. То есть, ну, он мне, конечно, несколько более художественный, чем ты говоришь. Да. Но ты ловишь себя на мысли, когда смотришь его, что ты сидишь вот такой, потому что это все очень близко тебе лично. Вот эти вот, это темповествование, фактура занавески, вот это все, 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 да. То есть, человек понимает, я имею в виду режиссера, что он снимает. Это страшно важно. Конечно. Да? И как работает цвет, и все, 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 все. И как это все озвучено. И, собственно, кастинг, это все не случайно. Вот когда все не случайно, это необыкновенно ценно. Ну, таких фильмов вообще очень мало, вне зависимости от страны производителя. И вот это название «Все ушли», и в конце фильма, значит, там такая есть отбивочка, и мы видим того же взрослого человека, который был вначале, который заходит в дом к женщине, которую он знал, тогда уже не молодой, будучи мальчиком. Ну, я не буду рассказывать все, там очень важные вещи, которые нужно именно увидеть. Ну, конечно. И он понимает, что вот все, все ушли. И понимание, что это страшно важно. Понимание, что это и есть, собственно, жизнь. Ну, да. Понимание вот этого, что вот они были, а теперь их нет. И вот этот промежуток называется жизнью. Ну, да. Потому что после этого, ну, ты доживаешь, условно говоря, вне зависимости от времени. Ну, да. Это доживание души. А вот это понимание вот этого куска отрезка, это необыкновенно. Идти и смотреть. Да, я его почти год назад смотрел. Я смотрел его летом на Международном Московском кинофестивале. И, в принципе, я не буду повторяться, я уже высказывал, сковна тут отмотает по ленте артефактумы и посмотрит мое мнение. Ну, я полностью тебя поддерживаю. Я тоже поставил тогда высокую оценку. Это очень интересный, скажем так, фильм. Очень красивый, красивый фильм. И, ну, я бы назвал его грустным все-таки. Грустный, конечно, печальный. Это светлая печаль такая. Ну, вот, да. Да. Мне очень нравится, что перешел. У меня вообще тоже было, я хотел рассказать об одном немецком телевизионном фильме, так как я взял себе тут, как говорится, нишу телевизионного кино. Сериалы, да, Андрей? Ну, это не сериал, потому что у него всего три серии. То есть, назвать, он идет в категории сериалов, но в нем три серии. Это немецкий фильм. Я не буду говорить сейчас ни название, не буду говорить этим фильмом, потому что я, послушав сейчас Йору, я решил просто его еще раз пересмотреть. Почему? Потому что, на самом деле, этот фильм снятый немцами о Второй мировой войне. Ух ты. Да. Точнее, после Второй мировой войны. А, после. Ну, в самый конец. В самый конец. Да, поэтому это очень важный фильм. Я решил просто его, наверное, еще раз пересмотреть. И главное, сегодня не ложиться. Потому что, вот, Саша тоже рассказал, оно очень хорошо легло в продолжение твоей темы. Вот. Моя, наверное, не ложится. И знаете, я вам еще расскажу, на самом деле, на финалку? Я когда шел сюда по воздвиженке, там, ты знаешь, возле метро Арбатска всегда стоят всякие чуваки или бабушки, которые что-то просят деньги, дайте там на кок собаки. Там были в том числе и они, но мне понравился один чувачок, который стоял, держал картонную коробку, знаешь, который типа как из-под обуви, у него так вот крышка откидывается, да? И у него на этой вот крышке было зеленым и желтым фломастером написано «подайте на бухло». Ой, так это старый Андрюш, я его знаю, да. Не важно, он просветлил мой день. Да, да, конечно. Потому что не врет. Не врет, да, подайте на бухло, да. Да, вот на этой красоте я предлагаю закончить сегодняшний наш культурный подкаст. Может, и нам подадут. Может, и нам. Всего вам доброго. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова